Друзья, всем привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Сегодня у нас с вами подробнейший обзор новинки от Real Beauty. Это ее сияющие румяна. Мы с вами посмотрим на сводчи как на руке, так и на лице. Также посмотрим, как эти румяна выглядят в макияже в двух вариантах. А еще мы сравним их с румянами от Milani, потому что в Telegram мне прислали такую сравнительную картинку, какие дупли есть у бренда Milani в сравнении как раз с брендом Real Beauty. В общем, все внимательнейшим образом рассмотрим и решим, нужна нам эта новинка или нет. А начнем мы с подробных сводчей. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Набираю на нее и наношу для начала повыше на зону ближе к височку. Вот сюда вот прям немножечко втушую века. То есть достаточно так насыщенно мы их наносим, без какого-то стеснения. И теперь переходим к оттенку Happy. Happy у нас уже достаточно такой нежно-розовый оттенок. Все на ту же самую кисточку, просто на другую ее сторону. Я наберу второй оттенок румян. И у меня должен получиться такой, знаете, мягкий, красивый градиент. Так, прям вот так на щечки, на выпуклую часть я наношу. Конечно, оттенок посветлее, оттенок Happy, втушевывается гораздо проще. Да, вот с этими более темными такими насыщенными оттенками, с ними посложнее. Они могут чуть подзалипнуть. Их нужно получше порастушевывать. Со светлыми оттенками проблем нет абсолютно никаких. Они супер красивые, супер сияющие. Такой blush lighter получается. То есть у нас румяна, которые заменяют собой одновременно и хайлайтер. Потому что зачем вам хайлайтер, если у вас щеки от румян горят вот подобным образом. Очень-очень ярко, очень-очень выразительно. Ну что, вот такой достаточно простой макияж у меня в итоге получился. Я не стала сильно мудрить ни с чем. Просто сделала акцент на губы. Такие ягодные, да, сейчас очень в тренде. Вот эти вот все оттенки. Кока-кола, вишня, малина, да, вот такие вот цвета. Прям супер отлично выглядит. Вроде и не красный, и не фуксия. Но что-то выразительное и яркое у нас на губках. И на глазах у меня просто коричневая тушь от бренда Darling. В два слоя я снова начала отращивать реснички с сывороткой Top Lash. Поэтому могу себе позволить просто накрасить ресницы тушью. В общем-то, акцент в макияже в любом случае у нас на дрейпинг, да, на наши румяшечки. Выглядит, мне кажется, очень даже симпатично. Конечно, с такими румяными щеками на каждый день не каждая решится пойти. Но, тем не менее, как по мне, очень даже симпатично это выглядит. И за счет того, что они настолько сияющие, да, как я уже говорила, это такие румяный хайлайтер. То есть, их перелива хватает, чтобы не наносить больше хайлайтера. Потому что они прям мега-мега сияющие. Так что, такой продукт два в одном, да, экономия девочки. И румяшки, и хайлайтер сразу в одном флаконе. Вернее, в одном кругляше. Переходим к заключительному этапу тестирования, когда мы нанесем вот эти вот румяшечки чудесные. У меня сейчас оттенки Joy и Cheer на уже имеющуюся базу. То есть, у меня здесь есть кремовая румяна от Charlotte Tilbury. И сверху они закреплены вот такими румяшками от Dior. Это оттеночек Cherry 015. И когда у меня уже есть вот эта вот матовая вся подложечка, мы сейчас на нее легко и воздушно нанесем оттенки, которые я вам показала. И снова будет легкий градиент, да, Joy, он чуть потемнее, он у нас будет возвышаться, так сказать. А Cheer, он совсем светленький, и он будет здесь ближе к яблочку. Начинаем с оттеночка Joy. Набираю его легко-легко. Вырабатываю в кисточку. И уже поверх румяшек от Dior я буду его вот так вот наносить слегка. Мне много его не надо, потому что здесь важен даже не полноценный цвет, а такой легкий оттеночек, плюс вот это вот сияние замечательное, которое у нас появляется на щечках. Посмотрите, как симпатично. На самом деле, невелика разница, но в жизни она вот ощутима, да и в кадре в целом ее видно. Когда мы нанесли, и цвет стал поинтенсивнее все-таки. У нас такой тепленький, да, он чуть-чуть рыжеватый Joy, очень приятный. И сияние красивое дает, такая сразу наливная щека. Вот здесь такого эффекта нет. Давайте я сейчас сюда нанесу оттеночек Cheer, чтобы мы могли сравнить вообще две щечки, как это все будет выглядеть рядышком. Чтобы нанести оттеночек Cheer, я просто переверну свою кисточку и другой стороной его нанесу вот сюда вот ближе немножечко на яблочко. Он такой слегка порозовее, но он совсем светленький, поэтому я его вот сюда вот и втушую, он так и похолоднее, и посветлее. Очень красивый эффект. Вот сейчас мне прям супер нравится. Посмотрите, какая, как сказать, такая модная, модная щека, да. Сейчас очень актуально вот в такой вариации наносить румяна, когда у нас здесь есть чуть потемнее и, возможно, даже потеплее. Сюда у нас идет более холодный оттенок и более светлый, да. Мы все это вот так вот смешиваем. И плюс у нас здесь еще эффект такого хайлайта, да, создается. Также переходящий из более холодного в более теплый, потому что они у нас такие блаш-лайтеры, да, они прям светятся на щечках. Мне нравится. На фоне этой щеки это мне однозначно нравится больше. Напишите, какая нравится больше вам. С матовыми румянами, либо вот с такими вот сияющими. Мне кажется, что вот это прям так свежо выглядит. Светит супер-супер симпатично, актуально и красиво даже на фоне холодного макияжа глаз. Та-дам! Я закончила свой макияж. Кстати, макияж глаз, если кому интересно, это будет ролик о косметике Диего де Ла Пальма. Я еще заканчиваю его снимать. Он пока еще в процессе. Он такой долгий у меня, долгоиграющий, потому что много разной косметики. Все это нужно протестировать. Но, в общем-то, он тоже скоро появится на канале. Поэтому не пропустите вот такую вот красоту на глазах будем создавать. Итак, что у нас по румяшкам? Я вот сейчас смотрю в видоискатель. Мне очень нравится, как это выглядит. И на самом деле, действительно, даже не нужен хайлайтер. Да, это фантастика. Вы нанесли румяна, они у вас суперсияющие. Все, хайлайтер можно и наносить. Конечно, при желании можно сакцентировать внимание и нанести хайлайтер. Да, тогда еще более сияющий будет эффект. Но, в целом, на каждый день вот этого, мне кажется, более чем достаточно. Это выглядит красиво. Они сияют, они переливаются. И мне, наверное, даже эти румяна больше нравятся вот в таком вот формате. Не в моно нанесении, когда щека прям блестит невероятно. Да, вся вот такая вот мега переливающаяся и блестящая. А когда именно они ложатся поверх уже матовых румян. То есть, у вас есть основной цвет. И вы берете не так много цвета. Вы берете легкий оттенок от Реа Бьюти. Плюс вот это сияние. И получается прям супер секси эффект. Вот это супер красиво. Прям потрясающе. И теперь, когда мы уже все вот это нанесли, попробовали, посвотчили. Давайте перейдем к обсуждению самого продукта. И дальше нас еще ждет сравнение румян. Так сказать, дупли. Насколько они похожи или нет, вы узнаете чуть позже. К этому моменту видео. Я надеюсь, вы уже определились со своим фаворитом. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой из оттенков вам понравился больше всего по свотчам и макияжам. А мы движемся дальше. И прежде чем я выскажу уже свое какое-то финальное мнение об этих румянах, давайте попробуем их сравнить как раз с румянами от бренда Milani. И у меня здесь есть вот такая вот картиночка, которую мне прислала одна из моих подписчиц в Телеграме с просьбой, с таким тоненьким намеком на сравнение румяшек от Селены с румяшками от бренда Milani. И если вы тоже хотите участвовать, так сказать, в создании видео и видеть все самыми первыми, потому что именно туда, в Телеграм, я мгновенно, как только получила эти румяна, выложила свотчи, то подпишитесь на Телеграм, не забудьте, а также подпишитесь на Инстаграм. Там тоже много всего интересного и красивого. Туда я выкладываю макияжи, которые я делаю на своих прекрасных моделях, поэтому не забудьте подписаться и туда, и туда вообще везде, на все соцсети подпишитесь обязательно. Так вот, давайте о сравнении. Первый дюб, который нам предлагает вот эта вот сравнительная картинка, это оттенок Cheer с оттеночком Bella Bellini. Кстати, мне нужно сказать о том, что румяна от Milani я заказывала через Вальдберис, ехали они, по-моему, с Казахстана, ехали они, ну, около недели, наверное, вот так вот, что-то в этом духе, и приехало все очень надежно упакованное, в подарок положили масочку, в общем, все замечательно. Я оставлю также ссылки на вот эти вот румяшки от Milani, если кто-то захочет их приобрести, оставлю ссылочку на этого продавца в описании под видео. Так вот, первый оттеночек Cheer и оттеночек Bella Bellini. Прежде всего, здесь нужно сказать, что румяна от Силены для меня по текстуре больше похожа на хайлайтер. То есть, это такая заполировывающаяся текстура, да, которую лучше как раз вот именно втирать, вполировывать в кожу, чтобы было очень-очень красиво. В них много вот этого сияния, да, хайлайтерного. Это выглядит вкусно, так переливающееся, очень интересно, и прям красиво действительно освежает макияж. Что касается румян от Milani, то это вполне себе типичные румяна. И румяна от Milani по текстуре, они не такие нежные, как румяна от Силены. Они такие больше мучнистые, и да, там больше пигмента непосредственно, то есть там много цвета. И есть какое-то небольшое сияние, но в основном за сияние в румянах от Milani отвечают блестки. Достаточно, причем крупные, то есть вы наносите и видите на своем лице блескучки. В случае с румянами от Силены, вы такого эффекта не видите. Вы видите сияние переливающееся, да, вот этот блик, но нет блесток. В составе румян от Milani присутствуют блестки. Что касается сравнения по оттенку, вот вы сейчас видите, да, как я их сравниваю, и на мой взгляд они не похожи. У Силены оттенок более нежный, он такой персиковатый, очень-очень симпатичный. И на коже даже какой-то немножко полупрозрачный. То есть вот это реально больше хайлайтер такой цветной, чем румяна, ну именно по цвету. Хотя мне и нравится этот оттенок на коже, да, мне его нужно достаточно интенсивно на себя нанести, чтобы получить прям цвет. Поэтому я наслоила несколько слоев. Что касается оттеночка Bella Bellini от Milani, то здесь у нас такая унтерированная версия оттенка Nars Orgasm, причем еще с золотыми блестками. То есть это прям такой ярко-золотой перелив из розового цвета. У нас есть этот вот прохладный розовый, на нем ярко-золотой перелив и крупные золотистые блестки. Мне, честно говоря, не очень понравилось. Мне и по текстуре эти румяна не очень понравились. Я помню, когда-то давно у меня были румяна от Milani в оттеночке Luminosa. Спасибо на тот момент Лени и Ленский Бьюти. Мы ее тоже недавно в Телеграме вспоминали. Жаль, что она больше не снимает видео. Да ладно, это ответвление от темы. Так вот, те румяна Luminosa мне казались более мелкодисперсными, что ли. Они как будто были мягче. Вот эти румяна Bella Bellini, они цвета дают больше. Вот этого сияния, недорогого сияния, такого немножко дешевенького сияния, честно говоря, они уходят прям в такое несимпатичное, на мой вкус, золото. В них нет ничего ужасного, просто это совсем не та текстура, которую ожидаешь. И я даже не представляю, как можно было сравнить эти два оттенка. Они абсолютно не похожи. Румяна от Селены переливаются, во-первых, они дают холодный блик, а не теплый. А здесь у нас явно прям такое золотишко. Во-вторых, румяна от Селены, они более такие гладенькие. Они вот заболировались в кожу и вот переливаются вот этим ровным полотном. Румяна от Milani могут где-то залипнуть, где-то дать больше цвета, где-то меньше цвета. Они менее податливые. Я наносила специально одной и той же кистью, чтобы были одинаковые условия нанесения. И при абсолютно равных условиях румяна от Milani однозначно проиграли, вот как конкретно в этом раунде. Дальше таблица нам предлагает сравнить оттеночек Hope с оттенком Dolce Pink. И опять же, на мой взгляд, ну по текстуре я уже высказалась, повторяться я не буду, потому что здесь по текстуре вся та же история. И опять у нас два абсолютно разных цвета и две разные текстуры. Снова в румянах от Milani у нас присутствуют блесточки достаточно крупненькие и такой ярко-розовый цвет. А в румянах от Re Beauty, во-первых, они персиковые, вот конкретно в оттенке Hope, ну я их, по крайней мере, таковыми вижу. Вот, и снова у нас гладенький, приятный такой блик, очень нежный перелив без крупных блесток в составе. Поэтому тут снова мимо и снова я лично свой балл отдаю румяном от Re Beauty, да, снова считаю, что лучше заплатить больше и получить более качественный продукт. И, наконец, румяшечки в оттенке Joey сравниваются с оттенком Rose Dora от бренда Milani. И что касается цвета, то здесь, наверное, самое близкое попадание, но, опять же, это не такой цвет, насколько такой веселый, солнечный, вкусный оттеночек у Re Beauty и насколько грязноватый оттенок у Milani. Он вот какой-то грязно-рыжий, он залипает, он больше всего лег какими-то пятнами. Мне не понравилось его носить, и снова эти пресловутые блестки в составе. Зачем пихать столько блесток, я не понимаю. И я не помню, какова была судьба румян Luminosa от Milani, но у меня их уже очень давно нет, и, видимо, не зря, потому что от этих трех я тоже планирую избавиться. Они не отвечают просто каким-то показателям качества, которые для меня важны. Конечно, можно брать более мягкие кисти, полупрозрачные, их слегка так наносить вуальными движениями. Это все прекрасно, но мы хотели сравнить текстуру, мы хотели сравнить цвет и перелив, который получается от румян. И три из трех, конечно, три из трех баллов получает Селена, и ни одного балла не получает Milani, потому что так нельзя просто. Это очень устаревшая формула, ее никак нельзя сравнить с румяными от Re Beauty, это две совершенно разные вещи. Я не знаю, какой человек составлял вот эту сравнительную табличку, но они даже рядом не лежат. Это совершенно разные текстуры. Самое, наверное, близкое, что я нашла, вот то, что это не прям похоже, но по оттеночку что-то, вот, ну, по оттенку хотя бы похоже. Это румяна от Catrice и румяна от Re Beauty в оттеночке Happy, потому что, вот смотрите, сейчас они у меня на щечке. Вот здесь нанесен Catrice, а сюда уходит Happy. И, в принципе, цвет кажется очень ровным, но в плане он кажется одним цветом, поэтому вот это максимально близкий аналог, хотя бы по оттеночку. Стоимость румян составляет 36 долларов, ну, на рубли это в районе 3000 рублей. По крайней мере, именно такая цена у меня получилась за одну штуку. Я, напомню, я заказывала румяна через Таиланд, спасибо большое моему бывшему коллеге Андрею, который мне выкупил румяна из тайской сифоры. И надо признать, что тайская сифора очень-очень оперативно прислала их на Пхукет, да, там заняло буквально два дня, наверное, и все, и румяна были у него. И мне понравилось, как в этот раз был упакован продукт. У меня уже есть опыт с хайлайтерами от Селены Гомес, я их обожаю. Они потрясающие, это одни из моих любимых хайлайтеров. Они дают великолепное сияние на коже, но в них есть один гигантский недостаток, который может отвадить от их покупки, а именно их хрупкость. Они настолько хрупкие, что на них даже дышать страшно. Но если вы, не дай бог, уронили где-то случайно эти румяна, румяна-хайлайтер, будьте уверены, на 100% они разбились, они не уцелеют вообще. У меня упало два оттенка, один уронила моя подруга, второй уронила я, и в итоге оба были разбиты. Они разбиваются прям вот мгновенно. Их нужно заново спрессовать. Все это, конечно, легко прессуется, потому что они такие мягенькие, податливые. Все вы можете спрессовать, но просто лень же вот это делать. Мне, например, дико лень, у меня лежит один оттенок, все еще не спрессованный, просто потому что у меня руки никак до этого не дойдут. Так вот, зная, видимо, уже такую особенность своего продукта, да, вот этой вот текстуры хайлайтерной, да, и сделав такие же румяна, на этот раз бренд упаковал очень надежно. То есть у вас есть коробочка, в коробочке есть такой плотный пакетик, и уже в пакетике достаточно плотно, нигде там не болтаясь, ни капельки лежит сам кругляш с румяшками. Что мне безумно было приятно, потому что они ли облетели у меня полмира, просто румяна путешествовали активнее и больше, чем я. И когда они ко мне прилетели, я тут же начала их открывать, я просто очень волновалась, что румяна разбились. Я попросила их деликатно взять в ручную кладь, там между какими-то вещами положить плотно, чтобы они нигде не ерзали, нигде не болтались, чтобы вот у них была зафиксированная позиция, чтобы у них не было ни малейшего шанса разбиться. В общем-то, я осталась довольна тем, как бренд позаботился о своих покупателях. Не знаю, насколько они более плотные, мне кажется, что не сильно плотные. Я не буду проверять и специально ронять эти румяна, не буду им устраивать такой тест-драйв, потому что мне будет просто лень спрессовать еще один рефил. Но тем не менее, пока я их аккуратненько складываю, надеюсь, все будет хорошо. Я местами рукожоп, поэтому могу, конечно, и уронить. Естественно, не специально. Если, кстати, я их когда-нибудь случайно уроню, и они уцелеют, я обязательно в телеге об этом сообщу. Это будет прям событие века, не иначе. Упаковочки у нас, как всегда, эстетичные, красивые. Здесь у нас уже они такие бежевенькие, да? У нас хайлайтеры в нежно-розовых упаковочках таких пудровых, и они, кстати, сияющие. А здесь у нас матовая упаковка, бежевенькая, очень симпатичная, очень красивенькая, я прям довольна. Теперь о самих оттенках, да, румян, какие я бы могла прям порекомендовать к покупке. Мои стопроцентные фавориты – это румяна в оттенках Happy, Joy и Hope. Cheer – это такой очень светлый оттенок. Если вы прям белокожая девочка, то Cheer будет красиво на вас смотреться. На самом деле он приятный, он нежный, он мне нравится. Но я его в моноварианте носить не буду. Я его буду носить либо градиентно переходящим в другой оттенок, либо же наслаивать буду на матовые румяна, что тоже будет красиво смотреться. Потому что я его сам по себе, вот в моноварианте, особо на себе не вижу. Нужно очень много его наслоить, да, получить такой же пирожок из этих румян, чтобы увидеть, наконец-то, цвет. Что же касается двух самых темных оттенков, это оттеночки Love и оттенок Truth, то это, несомненно, очень модные цвета. Сейчас вот такие вот насыщенные, винные какие-то цвета, цвета вишни, черешни, кока-колы, да, они супер актуальны, они супер в моде, в тренде и все в этом духе. И с ними красиво делать как раз такой дрейпинг, да, вот сюда вот их повыше наносить, да, получать такой более драматичный эффект. Все это очень красиво и шикарно и замечательно. Но за счет вот этого темного пигмента они, конечно, могут залипать. С ними более сложно работать. Вы их так легко не растушуете, как остальные четыре оттенка, да. Нужно выбирать кисти помягче, нужно их прям так легко-легко втушевывать, вполировывать, потому что остальные оттенки, с ними вообще ни малейших проблем нет. Можно пяткой левой ноги, просто закрыв глаза себе намазать, и будет красиво и ровно. Но здесь с этими темными оттеночками нужно немножечко постараться, да, капельку попотеть, чтобы получить прям красивый достойный результат. Если же вы не готовы как-то вот плясать с бубном хотя бы минуту вокруг этих румян, то лучше пройти мимо темных оттенков. Но мне кажется, что в целом темные оттенки, да, они вот бывают такие вредные, да. Они в тенях вредные, и вот в румянах тоже вредные. Поэтому с ними можно справиться. Они все равно лучше работают, чем те же Милани, даже в светлых оттенках. Но тем не менее, здесь нужно приложить чуть больше усилий. Объем у нас румян достаточно щедрый. 2.8 грамма у нас в упаковочке. Кто-то обязательно найдется, кто скажет, что это мало. Это не мало, это немного, это, мне кажется, такой достаточно стандартный вес. У аурглаза всегда меньше и хватает их надолго. Поэтому будем считать, что за 2.8 грамм 3000 рублей это ок. Получается где-то 1071 рубль за грамм. Ну, в целом нормально. Я не знаю, какую цену, в принципе, мы ожидали на эти румяна. Я примерно такую и ожидала. То есть я не думала, что они будут дешевле. Мне так нравится, что у них вот здесь есть такое милое послание для всех. You are rare. Прекрасно. Очень вообще красиво все эстетично делает бренд. Пока на данный момент все, что я пробовала от Rare Beauty, мне нравится. Я пробовала не так много. Я пробовала вот хайлайтеры и купила их все. Все румяна у меня есть. У меня есть два оттенка кремового скульптора и есть кремовый румяна в оттеночке Joy. Пока... А, нет, еще у меня есть помада муссовая. Вот. И пока все это мне очень даже нравится. Я уже хочу при следующей возможности, да, прикупить, наверное, максимально, ну, весь ассортимент от Rare Beauty и снять какое-нибудь моно-видео. Не знаю, когда это будет, потому что понятия не имею, когда я окажусь вблизи вот подобной косметики. Я не могу доверить кому-то выбор или выбрать дистанционно. Мне надо пощупать. Срок годности с момента открытия у нас 12 месяцев. Но, опять же, мы все понимаем, что это не так. Пользуемся на здоровье. Сделана у нас продукция в Италии. Ну, замечательно. Все вообще чудесно. У меня, на самом деле, от этих румян только хорошие эмоции. Я ими пользуюсь. Я ими пользуюсь на каждый день. Я использую их активно в макияже. Здесь, я уже говорила, вроде, да, что здесь у меня использованы румяна... Я уже говорила, кажется, что здесь у меня использованы румяна в оттеночке Happy. И их же я добавила еще в складку века, чтобы гармонизировать макияж. Вот. И мне, кстати, очень вот это вот нравится, да, история с тем, чтобы добавлять румяшечки в складку. Эти румяна я промоактивно добавляю. Они мне очень нравятся, потому что вроде оттеночек легкий есть, вот этот перелив сияния, и все так красиво растушевывается, втушевывается. В общем, я довольна. Они создают такой очень трендовый эффект вот этой вот влажной щеки. Это супер вкусно, это очень красиво. Если вы такое любите, то я могу смело вам порекомендовать прикупить себе хотя бы один оттеночек, потому что это нестандартные... нестандартные румяна, даже когда мы пробовали до этого там румяна, не знаю, от Hourglass тех же сияющие, или вот от Catrice у меня есть сияющие румяные. В принципе, сияющие румяна, они все равно не такие. Вот это, повторюсь, больше хайлайтер, чем румяна. Это хайлайтер с цветом такой. Как будто реально смешали хайлайтер и румяна, и получился такой блаж-лайтер. Мне кажется, его надо было так и назвать блаж-лайтер. Это не румяна в полноценном, да, как мы привыкли понимании. Это вот какая-то новая, интересная, совершенно другая текстура на рынке. Я прям рада, что Селена выпустила такую прелесть. Если она решится выпустить еще какие-то оттенки этих румян, я себе в коллекцию обязательно их прикуплю. Все свои впечатления об этой новинке вы можете оставить в комментариях, написать, купили вы, не купили себе, и какие оттенки, если купили, нравятся они вам, не нравятся. И вообще, что вы думаете об этом с запуском. Я постаралась максимально подробно вам о нем рассказать. Но если вдруг у вас остались вопросы, я на что-то не ответила, что-то забыла, то также спрашивайте в комментариях, и я вам там на все отвечу. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok